С сегодняшнего дня возобновились авиарейсы между Чебоксарами и Уфой. Первых пассажиров встречала и провожала наша съемочная группа. Анастасия Николаевна уже через два часа будет дома в Уфе. Раньше дорога из Чебоксара занимала значительно больше времени. Я сам оттуда. Дочка вот здесь. Внучки, правнучки здесь живут, в Чебоксарах. Я приезжала в гости на Рождество. Ну, самолеты, во-первых, быстро долетишь. То на автобусе-то надо 12-17 часов ехать до Уфы. Автобус или автомобиль. Других вариантов просто не было. Поезда между городами напрямую не ходят. С 10 января по понедельникам, средам и пятницам между столицами будет курсировать 17-местный самолет Л-410. Первым же рейсом в Чебоксаре прилетели семь пассажиров. Я хотела сначала долететь до Казани и потом уже до Чебоксар. Когда я узнала, что есть прямой перелет, конечно, мне это больше понравилось. Нину Александровну ждут в Чебоксарах в федеральном центре ортопедии и травматологии на операцию. Расположение крупных медицинских центров федерального значения в обоих столицах – одна из причин востребованности направления Уфа-Чебоксара. Данные полеты стали возможны благодаря поддержке федерального правительства, регионального правительства, так как часть расходов субсидируется из этих видов бюджета. Я предполагаю, что география межрегиональных перевозок у нас будет увеличиваться. Что касается популярных курортных направлений, в аэропорту обещают, из Чебоксара можно будет улететь в Турцию, Сочи и Симферополь. Сейчас составляется расписание. Как ощущение, когда на таком самолете летите? Как на маршрутке. Только с крыльями. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин, Республика.